Здравствуйте, дорогие друзья и драгоценные подруги! Здравствуйте, братья и сестры! Здравствуйте, соотечественники и… Все соотечественники! Здравствуйте, люди русские! Здравствуйте, белорусы! Здравствуйте, украинцы! Здравствуй, вся страна Россия! Здравствуй, страна Беларуси! И да здравствует страна Украина! Здравствуйте, все те, кто говорит и думает на восточнославянских языках! Здравствуйте, все, кому нравятся наши улыбки, кто готов порадоваться нашим успехам, и всем, кто ложится спать без злобы и утром встаёт без страха и упрёка. Здравствуйте, все, кто готов встать и постоять за судьбы наших государств и за судьбы всех наших народов! Сегодня, уважаемые наши друзья и золотые наши подруги, у нас с вами ещё раз об Украине! Да, ещё раз! Ещё раз поговорим о бедной нашей Украине, о несчастной, многострадальной нашей ныньке, о родной нашей мамочке, о родной нашей сторонке, о родимой нашей сторонушке. Тяжёлый разговор. Для многих из нас эта тема близкая и личная. У нас там живут родственники, у кого-то на украинской земле могилы их предков. Лично у меня там покоится моя мама, дедушка и бабушка, и не только они. Нам не просто даются все эти переживания. Мы всем сердцем и душой ощущаем несправедливость и страдания близкого народа. И я рад, что есть вы, дорогие друзья и подруги, с кем мы можем доверительно поговорить об этом. Я буду признателен и благодарен, если вы найдёте возможным для себя высказать своё мнение. Поделитесь в комментариях, какие у вас чувства возникают при упоминании о нашей близкой ныньке Украине. На всех разговорах об Украине сейчас висят тяжеленные гири различных исследований, навешанных на стройные и красивые, но очень-очень уставшие ножки-ноженьки ныньки, гири эти навешаны неутовимыми украисториками, укрогеографами, укролингвистами и другими новейшими украучеными. Стоит она, а шагу ступить нельзя. И куда с этими гирями не пойдёшь – везде пулемётчики. Лежат. Все поля у них пристрелены, и так с такими тяжестями не двинешься, а тут ещё и пули. Свистят, свистят. Пули их пулемётов убивают не сразу. Сначала калечат. И пули эти – отравленные слова. Значения у всех этих слов – все бравурные, славные, честные, совестливые, зажигающие. Но наслушаешься их – и горишь. Никакого браво нет. Только пожар – и всё. Всё горит. Куда не шагнёшь – кругом минные поля, там, где некогда улыбались простые лица братьев и друзей. Теперь над телами высятся суровые мины. Мины скорби, мины осуждающие, мины кислые. Мины, готовые взорваться в любой момент. Там, где недавно была земля, на которой мы вместе гуляли, танцевали, теперь лежат мины. Мины, мины. Мины неблагополучия. Именно страшного разустройства душ. О чём не заговоришь навстречу частокол острых подач ума и фантазии, навстречу сеть крепких умозаключений, очень крепких, наваристых, забористых… А поперёк всех путей мечутся разгорячённые осы, осы всяческого несогласия. Жалят осиное гнездо. И всё это не о жизни. Всё это о какой-то нездешней жизни. О какой-то жизни незадачливой, навязчивой, вязкой и пустой. О жизни незаконной. Зубы ломят. Однако мы сегодня всё-таки не о политике и не о плохой жизни. И давайте так, дорогие друзья и уважаемые подруги, ничего плохого об украинцах я не сказал. Ибо о Украине тоже. Уж какая есть, какая есть. И сегодня мы поговорим о нашей Украине по-хорошему. Сегодня мы о нашей красавице, о красе Украинушке. Ведь мы её так любим. И ведь как бесконечно красива украинская песня ничьяка месячна. Но какой трагический мотив. Плакать хочется, рыдать. Или дивлюсь я на небо, тай думку гадаю. Вот о страшной доле. Но как красиво сказано и как красиво спето. Вот такая здесь природная смесь красоты и трагичности. Вот такая здесь интересная земля и такие здесь интересные люди. Много здесь на Украине всякого интересного. И, наверное, первое, что интересно – откуда у Украины такое название – Украина? В прошлом нашем тосте мы сказали – Украина – это старое некогда существовавшее название реки Днепр. Вот так всё просто. Да, вот так всё просто. Но это наше сообщение вызвало холод. Недоумение с включением в него большого количества неспокойных и бранных слов. Ведь все и всегда об Украине как бы знали и знают другое. Вот посмотрите, что в Википедии сказано. Посмотрите, как об этом во всех учебниках говорится. Ведь это же всё академические доказанности. Академические. И все в один голос твердят и твердят. Украина так названа какими-то северянами, какими-то москалями. И она так названа от того, что для них она находилась далеко на юге, где-то на окраине Империи. Но… В русском языке есть слово Окраина. Окраина с ударением на А. О-Кра-И-Н-А. А есть У-Кра-И-Н-А. И с ударением на И. У-Кра-И-Н-А. И в русском языке есть слова Край и Крайний. И от слова Край в русском языке происходит множество разных слов. Так вот… Во всём этом есть некоторая путаница. Все-все-все везде пишут о том, что об Украине раньше говорили и писали всегда как об ОУКРАИНЕ. То есть, это сейчас Украина есть Украина. А раньше она была не Украина, а ОУКРАИНА. Но из-за ударения на букву И, начальная буква О, слове ОУКРАИНА не слышится. Она неудобна для произношения. И в произношении остаётся только УКРАИНА. Но и оставшийся начальным звуком звук У постепенно тоже ушёл. Ушёл от всех слов, которые начинались на букву ОУК. И вот здесь, уважаемые друзья и милые наши подруги, есть некоторое обстоятельство, которое в современном языке либо просто забыто, либо которое когда-то кем-то было сознательно отменено. Важное обстоятельство. Дело в том, что в исходном языке букв К раньше было две, а вместе с буквой ОУК их было даже как бы три. Некогда наша азбука состояла из трёх кругов букв. Первый круг букв – это солнечный круг букв, второй круг – это лунный круг букв, а третий круг – звёздный круг букв. В каждом кругу было по двенадцать букв. И всего разных букв было тридцать шесть. Уважаемые друзья и золотые наши подруги, не расстраивайтесь, пожалуйста, раньше времени. Будет ещё у нас с вами удобная возможность, и мы расскажем вам об исходном устройстве всей нашей азбуки. И расскажем об устройстве этих кругов букв. Поэтому не забывайте подписываться на наш канал и колокольчик нажимайте, чтобы не потерять наши новые видео об устройстве нашего родного языка. А пока… Пока только вот так. Первый солнечный круг букв начинался буквой И. За ней следовала буква К. А за этой буквой К следовала другая буква К. Буква К мягкая, которая произносилась примерно как К. Дальше следовали буквы Л, М, Н, О и П. А за буквой П следовала мягкая П, которую сейчас можно записать как ПХА. Эта буква ПХА и звучала так же, как примерно ПХА. Сама буква ПХА в написании есть соединение двух знаков. И это написание может быть похожим на букву О с маленьким хвостиком. И вот эта буква стала читаться как буква ОУК. Всё дело в этой самой букве ОУК. На Западе эта буква стала и писаться, и читаться в обратную сторону. Многое у них там стало и писаться, и читаться, и считаться в обратную одну сторону. Это так они в своё время против всего исходного протестовали. И буква ОУК у них стала звучать, если выделываться, как КЮ, а если не нервничать, то просто как буква КУ. И в их алфавите эта буква КУ также стоит след за буквой П. Таким образом, слог ОУКРА может читаться как слог ПРА с мягкой буквой П. В некоторых словах эта мягкая П читается как буква Ф. В некоторых словах, особенно в европейских, слог ПРА читается как слог ФРА. Например, в слове ФРОНТ, в слове ФИЛОСОФИЯ, в названии государства Финляндии, в названии государства ФРАНЦИЯ. А наша Украина по-другому может читаться как ПРАИНА. Украина по-другому есть ПРАИНА. Вот так. Но это не всё. Не всё. Дело ещё и в том, что в слове Украины есть ещё одна буква, которой у нас сейчас нет. Эта буква – буква Дж. Или мягкая Д. Такая буква осталась в западных языках. Это десятая буква латинского алфавита. И называется она ЙОТ или ЙОТТО. Пишется эта буква вот так. Сейчас в русских словах эта буква перешла либо в букву Д, либо в букву Ж, либо в букву И, либо в простую букву И. В русской азбуке буква Дж состояла в лунном кругу букв. И следовала она за буквой Д. Слово Украины исходным было слово примерно Украджина. Близко к этому. А что такое Джина? Джина – это другое написание слова Дона. Дона в значении река. То есть в слове Дон начальная буква Д и изначальной есть буква мягкая Д, буква Дж или ТХА. Сочетание букв О и У в русском языке читается как буква И. И это И часто в русских словах совсем не слышится. Слово Дона исходно ближе к слову Доуна или Дына. От слова Дына происходит слово Дно. А в английском языке от него происходит слово Down в значении вниз. Ведь всякая река течёт где-то внизу, в долине. И слово Долина тоже происходит от слова Дына или Доуна. Да и Дно – это где-то, где ниже не бывает. В итоге так получается, что слово Украина может читаться как слово Прадына или Прадоуна. Именно таким некогда это слово и было. По-простому – Прадон. А теперь поменяем слова Пра и Доуна местами. Сначала поставим слово Доуна, а за ним слово Пра. Получим слово Доуна Пра или Дына Пра. Дна Пра. В итоге Днепр. Днепр – наш батюшка. Днепр – отец река, как поётся в нашей известной песне о Днепре. Получилось, что от слова Украина мы пришли к слову Днепр. А как же так? – спросите вы, дорогие наши друзья и уважаемые подруги. Как же так? Украина – это наша Матушка. А Днепр – это наш Батюшка. И это есть одна и та же река. Здесь прячутся те правила, по которым в прежние времена давали название всем рекам. Для названия реки исходно жрецы брали два слова. Одно в значении Верх, другое в значении Низ. Подходим к реке. Подходим к воде. Здесь у нас поверхность воды – Пра. А где-то там у неё есть какой-то низ – дно. Тогда реку можно назвать Прадына. Или Окрадына. Или после всяких упрощений для плавности произношений Украина. Но ту сторону этой же реки, другой её край, мы называем другой последовательностью слов. Сначала ставим слово Дона, а за ней ставим слово Пра – Дынапра. А после всех упрощений получаем слово Днепр. Вот так. С одной стороны река называется Украина, а с другой она же называется Днепр – Верх и Низ. С одной стороны река есть река Батюшка. С другой стороны она же есть река Матушка. Вы слышите, люди русские? Слышите, белорусы? И слушай, Украина! Вот так. Вот так всё просто. Украина – это другое название реки Днепр. От слов Пра и Дына есть реки с названием просто Пхра или Пахра. И есть реки с названием просто Дон. Но это ещё не всё… Видите, сколько всего удивительного и интересного кроется там, где мы даже и не предполагали? Многие годы в Школе Русских Традиций и Русского Языка мы собираем и восстанавливаем древние знания, чтобы объединять любовью и пониманием всех славянских братьев и сестёр. Ведь только осознание общей нашей самости сделает нас более добрыми и миролюбивыми. А там, где есть любовь к своей природе и к своим корням, есть любовь к себе и к ближнему своему. На этом основании выстраивается крепкая семья, любимое дело и вся жизнь течёт в правильном русле. Если вы хотите узнать про то, как настроить свою жизнь на правильный лад и устроить счастье и здравие в своей семье, приглашаю вас на открытый урок в нашей Школе. Мы рады всем и по этому урок проводим совершенно бесплатно. По ссылке в описании к этому видео вы можете легко зарегистрироваться на ближайшую встречу. А пока… Давайте продолжим нашу беседу про Украину и нашу Азбуку. На том берегу жители с другого берега два слова Пра и Дына читают в обратную сторону. У них получается одно слово Арбх или Аркуа, а другое слово Нуотха или Нытха. Но подробно об этом не сейчас. Скажу только, что от слова Аурко происходит русское слово Река, русское слово Обь. Так называется наша Великая Река в Сибири. От него происходит латинское слово Аква в значении Вода. И от него происходит русское слово Араб. А от слова Нытха или Ниджа, Нижа, происходит слово Неман. Неман есть такая река в Литве, впадающая в Балтийское море. И от него происходит арабское слово Нахр в значении река. Вот, уважаемые друзья и уважаемые золотые наши подруги, внимательно прослушайте вы всё это и спросите… Это что же? Франция есть Украинция? А Галия – это пришедшая сюда, на край Европы Галиция? Да, уважаемые друзья и уважаемые подруги. Да, так и есть. Река Рона в Южной Франции есть река Украина. Просто ушло всё далеко. И всё упростилось сильно. Так получилось из-за того, что некогда произошедшего, так называемого, Переселения Народов. Но и об этом Переселении не сейчас. Это совсем другой разговор. Осталось только немного сказать о слове Край. Буква Оук в некотором сокращении есть буква Ик, и начальная буква Ик сейчас почти всегда читается как просто буква К. Таким образом, слово Оукрай сейчас пишется и читается как Край. А уже к слову Край в славянских языках могут быть представлены разные приставки. С приставкой О, например, получится слово Окраина, а с приставкой У получается слово Украл или Украдено. Слово Украл не происходит от слова Украина. Просто эти слова некоторым образом родственны друг другу. А от других букв К, от двух солнечных букв К, происходят другие русские слова. Однако… Украли у нас, англосаксы, Украину. И не только у нас, у россиян. Её украли у всех славян. В том числе и у самих украинцев. У всех жителей Украины. Просто выдернули её из-под ног, как половик. И знают они, наши заклятые друзья, что название города Йорк происходит от слова Край. И знают они о том, что слово Украина в обратную сторону можно прочитать, как они Арко, что близко к названию города Нью-Йорк. Вот и стараются они всё у нас прочитать в обратную сторону. Всё стараются в жизнь вставить своё смертельное – разделяй и властвуй. Всё стараются стравить нас, столкнуть нас лбами. Но… Мы с вами не испугались и не боимся их. Придёт время, и они получат своё деление-разделение. Их тоже разделят и разделают. Доиграются. И это сделаем не мы. Ведь у нас есть наш принцип – объединяй и царствуй. И придёт время, вернёмся мы все в единое славное Царствие и заживём в труде, покое и мире. Да, мы не особенно сейчас как по-христиански настроены. Не особенно как-то. Но скажем так, как положено говорить. Храни тебя Бог, Украина! А мы с вами, друзья и подруги, увидимся в наших следующих фильмах. И если вам было интересно и полезно узнать про Украину совершенно с другой стороны, я буду рад увидеть ваш знак Добро и ваш комментарий под этим видео. Наше общение многое значит для меня, для всех нас. До свидания! Будьте здоровы! Субтитры создавал DimaTorzok